Пряники делали, точнее их украшали для красоты, для того, чтобы преподнести красивый, необычный подарок, эксклюзивный. Дети с удовольствием раскрашивают пряники и хорам говорят, что свою подделку покажут родителям, а затем съедят. Подобные интерактивные программы появились сравнительно недавно. А все ради того, чтобы в музеях не было скучно. Мастера по росписи пряников говорят, что краску наносят исключительно на выпуклые элементы. Сами съедобные изделия не расписывают, так как много краски тоже ни к чему. К слову, вся она съедобная, а нужные цвета получают с помощью пищевого красителя. Здесь же представлена и огромная коллекция пряников, на осмотр которой уйдет не менее часа. Экспозиция постоянно обновляется и пополняется, говорит идейный вдохновитель проекта Ирина Жеребкина. Открыли интерактивный музей после одного из масштабных городских мероприятий. А уже через несколько месяцев хобби переросло в нечто большее. Мы расскажем не только об истории, обрядах, традициях, но и вы можете сами непосредственно принять участие в различных мастер-классах. Линейка этих мастер-классов у нас настолько широка, что она может быть интересна любому обывателю, не только детям, но и взрослым. Всего в центре Владимира больше 10 частных интерактивных музеев. Идея объединить их в один туристский маршрут возникла несколько лет назад на экономическом форуме. Его необходимость чиновники объясняют попытка оставить туристов во Владимире на несколько дней и дать возможность насладиться не только местными достопримечательностями, но и разнообразить свой досуг. Проект получил название «Золотое колечко» и рассчитан в основном на родителей с детьми. Мы, конечно, его пока не запатентовали, так как это сделали недавно «Золотое кольцо России», «Союз городов Золотого кольца России». Мы находимся на этапе формирования этого как композиционного целого. И мы надеемся, что скоро сможем представить всероссийский проект под названием «Золотое колечко». В туристический маршрут включены и вновь открывшиеся музеи. Один из них – старая аптека. Уникален он тем, что базируется на том самом месте, где в свое время на самом деле была одна из старейших аптек в стране. Таких тематических музеев на постсоветском пространстве очень мало. Поэтому самый сложный, говорят, музей было найти, реставрировать и показать экспонаты публике. Экспонаты собрать и такую коллекцию было достаточно сложно. Обзванивали и Москву, и Санкт-Петербург, и даже зарубежья, и собирали коллекцию по крупицам. И здесь действительно уникальные экспонаты. Здесь и колбы Мацкевича, и та старая аптека, которая здесь существовала. У нас остались эти же экспонаты. Кроме того, в старой аптеке представлены различные колбы, склянки и сохранились старые уникальные рецепты. Любой человек, который имеет хоть малейшее представление об аптекарском деле и фармации, будет приятно удивлен, говорят организаторы. Еще в одном уникальном музее представлена самая большая в стране коллекция ложек. Общее количество ложек – это 14 тысяч. В настоящий момент это рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России. Суть музея была изначально показать обыкновенный предмет в непривычном для большинства людей ракурсе. Это ложка, как предмет, через который можно изучать историю, литературу, интересные события. Кроме осмотра самой экспозиции, посетители могут создать сувенир своими руками. Причем размер, материал и цвет зависят от предпочтения клиента. Особой популярностью музей пользуется у детей. Что это? Что за птички, девочки? Снегирей. Снегирей, правильно. Нарисуем красивых снегирей и ложечку обязательно потомпонуем. Сделаем снежочек на ложке. К слову, изготовленным сувениром можно кушать, но только после того, как покрыть его лаком на растительной основе. Большая часть музеев уже имеет договоренность с организаторами о льготных билетах. А посещение выставок детям до 10 лет бесплатно. Подобные информации обо всех музеях можно узнать в туристском центре Владимира. Михаил Масиянчик, Александр Мажаров, 6 канал.